Доброе пятничное утро! Первый Крымский и Крым-24. И мы собрались здесь, чтобы рассказать вам самые актуальные, самые интересные и, наверное, самые хорошие новости за последние сутки. Конечно, только о хороших новостях мы говорим. Но если случаются и плохие, конечно же, тоже о них упомянем. Как же без этого? А прямо сейчас я уже готова озвучить информационную повестку этого дня и те новости, которые подготовили мои коллеги на телеканале Крым-24. Южные регионы России, включая и наш полуостров, идеальная площадка для развития пчеловодства. Много лет эта отрасль была исключительно уделом энтузиастов. Дальше личных подсобных хозяйств дело не шло. После воссоединения с Россией крымские пчеловоды почувствовали интересы и поддержку государства. На пасеке побывал Юрий Авдеев. Александр Маевский разводит пчел для души уже 10 лет. У него два десятка ульев. О возможности получить государственную поддержку и открыть свой бизнес узнал недавно. Сразу заинтересовался. Прицепы взять в первую очередь. Расширить количество. Николай Клочко, в отличие от соседа, профессионал. В год получает сотни килограммов меда. Делает декоративные свечи из воска. Собирает пыльцу, принесенную пчелами, в улей. Производство безотходное и вполне прибыльное. Вот мы сейчас открываем улей. И смотрим. Вот они уже активненько начинают. Мы немножко дымком им так окурим, чтобы они были более спокойные. Опытный пчеловод знает все секреты ремесла. Но этого мало. В бизнесе без стартового капитала не обойтись. Государственная поддержка в России существует сейчас в виде грантов. В том числе и для пчеловодов. Это программа для начинающих фермеров. Гранты выделяются на развитие в размере до полутора миллионов. Я хочу сказать, что это очень хороший старт для начинающих фермеров. Молодые фермеры активно пользуются господдержкой. Опытные, наоборот, не очень решительные. Не все понимают разницу между грантом и кредитом. Кредит нужно возвращать. По гранту только отчитаться. На полтора миллиона рублей господдержки можно приобрести и новые пчелиные семьи, и хорошую технику, и вот такую автоматическую медогонку. Наши деды и отцы, и сейчас еще многие пчеловоды пользуются простым оборудованием. Вот вилочка, нож распечатывать. Медогонки ручные, которые крутятся вот так вот рукой, и уже в конце дня и рука отваливается, и уже ничего не хочется. Вот, раз. И она начала крутиться в другую сторону. Устройства отечественного производства, технологии современные. Вводишь команды на дисплее, и все остальное агрегат делает сам. Мишки очень любят мед. Отчего же, кто поймет? Отчего же, почему мед так нравится ему? Если вместо вкусно мы говорим полезно, значит мы стареем. Единственным исключением является мед. Ммм, он так же вкусен, как и полезен. Кроме того, пчелы это не только вкусный мед, это еще и пылиня сельхозкультур. При грамотном подходе она увеличивает урожайность до 300%. Для Николая Клочко важно вывести крымских пчеловодов из любительской лиги на профессиональный уровень. Это возможно. На полуострове есть все для успешного развития. И климат, и традиции, и заинтересованность государства. Начинающим нужно только определиться с выбором вида трудолюбивых насекомых. У нас конкретно бакфаст, это основное, но еще Николай Дмитриевич экспериментирует с карпатками. Тоже очень хорошая порода пчел. Существует еще среднерусская, тоже известная порода, которая отличается очень сильной агрессивностью. Среднерусская пчела, кроме тяжелого характера, очень стойкая к морозам. Для Крыма эта характеристика не очень актуальна. Но вот высокая медоносность привлечет любого пчеловода. Юрий Авдеев, Иван Евдокимов, Новости 24, Симферопольский район. Долгожданный приток, обмелевшее тайганское водохранилище в Белогорском районе, наполняют водой. Ее перебрасывают из соседнего искусственного водоема. Там, в свою очередь, уровень поднялся благодаря снежной зиме. Какова ситуация в других водохранилищах Крыма? Об этом в материале Екатерины Серегиной. По этому перепускному сооружению вода поступает из Белогорского в тайганское водохранилище. Из одного водоема в другой перебрасывают от 250 до 300 тысяч кубометров воды в сутки. Всего тайганское водохранилище за месяц удалось наполнить на 80%. В водоеме уже 11 миллионов кубометров важнейшего ресурса. Решающим в этом процессе стал природный фактор. Белогорское водохранилище, откуда вода поступает в тайганское, наполняется рекой Биюк-Карасо. В ее русло по карстовым расщелинам стекаются осадки с гор. Зимою выпали достаточно много снежного покрова было в горах. И положительные температуры позволили этому снегу растаять и поступить именно в Белогорское водохранилище, что и позволило нам набрать тайганское. За три года оно обмелело как раз из-за засухи, говорят специалисты. Но это не единственная причина. Если раньше тайганское водохранилище использовали с апреля по ноябрь и только для орошения сельхозземель, то после перекрытия Северокрымского канала воду из него потребляют круглый год. В 2017 году начали с декабря месяца уже подавать в канал. Вот этот зимний период, мы напрямую работали на канал, мы не смогли наполнить ее. Сейчас искусственный водоем продолжают наполнять. По прогнозам, в конце февраля ожидаются очередные осадки. Ресурс из тайганского и Белогорского водохранилищ пойдет на нужды Восточного Крыма. Рассматривают и проект переброски воды отсюда на север полуострова. Документ на рассмотрение федеральных органов власти. Ситуация в других искусственных водоемах остается стабильной. Что касается водохранилищ естественного стока, то общее заполнение их 197 миллионов, это 77%. Это на уровне прошлого года и на 20 миллионов больше среднемноголетнего показателя. А водохранилища, которые построены на Северокрымском канале, заполнены на 24 миллиона кубометров воды. И это тоже соответствует прошлогодним показателям. В целом специалисты уверены, что в 2019-м республика без воды не останется. Екатерина Серегина, Дмитрий Волк, новости 24, Белогорский район. И пока это вся информация выпуска. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий. И прямо сейчас на связи у нас находятся наши коллеги из радиейной студии. Здравствуйте, друзья. А у нас сейчас на связи наша телестудия. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Как начался день, утро нового дня? Да, замечательно начался с поздравлений, с предстоящим праздником. И как же вас поздравили? Ну не нас, мы поздравили наших радиослушателей. Ага, ну мы поздравляем и вас тоже. Так, ну а какую тему вы сегодня обсуждаете или она как раз таки является ключевой? Так вот как раз тема, да, тема первого часа, 23 февраля, День защитника Отечества. Здесь есть о чем поговорить, есть что вспомнить, есть что обсудить. Ну это очень интересная и хорошая тема. То есть вы не просто друг друга поздравляете в течение часа, а, конечно же, обсуждаете и много интересного. Так что призываю наших зрителей тоже включать радио, слушать его, Волну 101, Радио Крым. Именно там работают наши коллеги. Да, спасибо за такую рекламу. Спасибо и вам, мы желаем вам хорошего, продуктивного дня и самого прекрасного вечера, потому что завтра уже выходные, и это не может не радовать. Ну завтра не только выходной, но завтра, конечно же, и праздник, о котором наши коллеги и сказали. День Красной Армии. И День защитника Отечества. Да, сегодня это называется именно так. Ну а девушки, если вы еще не успели подготовиться, у вас остается чуть меньше суток, надо купить подарки, конечно же, надо поздравить наших мужчин и уделить им внимание в этот день. А мы очень надеемся, что погода сегодня будет благорасполагать к этому занятию, я имею в виду покупку подарков, и не расстроит вас, потому что все-таки очень важно подготовиться к завтрашнему дню, который еще косвенно называют Днем всех мужчин. Днем всех мужчин. Погода прямо сейчас. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 В этот день, 51 год назад, открыли первую советскую полярную станцию Беллинсгаузен. Сегодня это самая маленькая зимовочная станция из состава российской антарктической экспедиции. На ней работают 8 человек круглогодичного состава и 5 сезонных специалистов. Очень порадовал хронограф, особенно 4-й симфонией Чайковского. Знаменитая 4-я часть этой симфонии, основана на украинской песне «Занадывся журавель». Я хочу отметить, что зрители сейчас не слышали, а Александр как раз-таки подпевал, исполнял эту симфонию. Пока шел про много. Исполнить ее довольно сложно, потому что я моноголосный человек, а не полифонический. Но это уже совсем другая тема. Но что касается любой симфонии, если бы у музыкантов был двигатель, то непременно они бы играли именно эту симфонию, потому что там совершенно бешеный темп. Ну а поговорить как раз о бензине, о других углеводородах, я хочу прямо сейчас. Ну что же, углеводороды, как мы знаем, образовались благодаря древним растениям, которые когда-то отложились в почве, были там законсервированы, и рано или поздно превратились в углеводороды. Итак, газ. На сегодня цена 1 литра газа равняется 28 рублям 19 копейкам. Дизельное топливо 51 рубль и 27 копеек. 92-й бензин 47 рублей и 17 копеек. 95-й 50 рублей и 25 копеек. Ну и 98-й самый дорогой, традиционно, цена его не изменяется уже почти как месяц. 56 рублей 59 копеек за 1 литр. Что же касается цен на валюты, которые абсолютно, как мы знаем, изменчивы, мы поговорим прямо сейчас. Итак, доллар. Доллар на сегодня равняется 65 рублям 54 копейкам, а евро 74 рубля и 29 копеек. Обе валюты за последние сутки сдали в позициях почти на 30 рублей. Это довольно устойчивая тенденция, потому что уже как почти неделю ежедневно эти валюты падают в цене. И, наверное, это хорошо. Саш, ну вот ты уже начал говорить о стоимости бензина. Это та информация, которая касается водителей. И, наверное, я продолжу их освещать другими новостями. Вот, например, эта новость касается уже керченских водителей. Там, как стало известно, практически Керчь осталась без общественного транспорта. В 2016 году там закупили 40 автобусов, но сейчас на ходу всего 16. И техническое состояние многих настолько ужасно, что они уже просто неисправны, ремонту не подлежат. Вот такая там сложилась ситуация, и поэтому вчера прошло совещание Совета министров Крыма, был глава республики Сергей Аксенов. Из-за этого был отстранен заместитель главы администрации Керчи от должности из-за как раз-таки сложившейся ситуации. Ну вот, действительно, удивительно, как можно поломать и довести до такого состояния столько транспорта. Но наверняка в определенной степени здесь сыграли роли наши дороги, которые, к сожалению, пока еще оставляют желать лучшего. Но, глядя на соседний Краснодарский край, хочется верить, что и у нас скоро вместо дорог будут паркеты. Ну, ты знаешь, вот в этой ситуации особенно жалко самих керчан, потому что мы все прекрасно понимаем, как сложно утром добираться на работу, какие обычно скапливаются очереди на остановках. И когда нет транспорта, и приходится, особенно когда холодно с утра, ждать, это не очень поднимает настроение, согласись. Это совсем не поднимает настроение, если не сказать обратное. Но есть выход из этой ситуации. Дело все в том, что когда настроение плохое, когда все вокруг не так и не так, есть способ его поднять с помощью искусства. Куда-то сходить, на какую-то премьеру, на спектакль, порадовать свою душу бессмертную. А для этого можно посмотреть нашу рубрику «Афиша». И там мы расскажем, куда же можно сходить, как себя развлечь. Прямо сейчас. Сегодня в Государственном Академическом Музыкальном Театре программа «Эстрадные хиты» в исполнении симфонического оркестра и артистов порадует всех ценителей жанра. Дирижер Эльмира Махтерем. Начало концерта в 18.30. Юных гостей Крымского Академического Театра Кукол в эту субботу ждет яркая, мягкая, уютная сказка «Слон в разноцвете». Интерактивный спектакль рассчитан на самых маленьких зрителей. В доступной игровой форме с элементами анимации талантливые крымские актеры-кукольники расскажут историю о слоненке Элмере и его друзьях. Режиссер-постановщик Дарья Ярошенко. Начало спектаклей в 10, 11.30 и 13 часов. В воскресенье в Севастопольском Академическом Театре Танца имени Вадима Элизарова премьера сезона. Хореографический спектакль «Кровавая свадьба». В основу спектакля легла одноименная трагедия знаменитого драматурга прошлого столетия Федерико Гарсиа Лорки. Испанские страсти, удивительные герои, великолепные костюмы, смелые режиссерские находки и мастерство артистов театра подарят яркие эмоции всем гостям от соприкосновения с подлинным искусством. Начало спектакля в 18 часов. На широких экранах страны продолжается показ масштабной военной драмы «Спасти Ленинград». Фильм вызвал неоднозначные отзывы как среди зрителей, так и киноэкспертов. Составить свое личное мнение может каждый. Картина в прокате до 27 февраля. Салия, скажи, пожалуйста, как чаще всего ты смотришь кино? Кино? Ну, знаешь, из-за работы не получается так часто, как хотелось бы. Но фильмы я, конечно же, люблю. Хорошие особенно. Ты ходишь в кино или смотришь дома? По-разному. Периодически хожу в кино. Большую часть фильмов смотрю, конечно же, дома. По интернету. По интернету. Действительно, есть такая тенденция. Это очень удобно, потому что не нужно никуда идти. Взял ведро чипсов, которые, конечно, ужасно вредные. Может, салата. Да, ни в коем случае не рекомендую их употреблять в большом количестве. Лучше вообще исключить из своего рациона. Но действительно удобно взял, сел на диван или на кровать и смотришь. Но, тем не менее, далеко не всегда это оказывается легально, потому что часто фильмы скачиваются незаконно, нарушая авторские права. Но, ты знаешь, в этом случае я бы с тобой хотела поспорить. Почему? Потому что, как выяснилось, россияне в прошлом году заплатили за просмотр кино в интернете 5 миллиардов рублей. И это немаленькая сумма, поверьте, для россиян, которые привыкли, в принципе, смотреть кино в интернете бесплатно, ниоткуда не скачивая и ни за что не платя. Но вот я бы хотела и свой опыт привести, что однажды тоже мне пришлось смотреть фильм в хорошем качестве и даже за это заплатить. Знаешь, сколько они секретов? Целый рубль. Вот такие иногда предложения встречаются. Но действительно, было в очень хорошем качестве. Я не пожалела, что потратила этот рубль. Что же это был за фильм? Этот фильм был? Ну, это была американская комедия, очень хорошая. Если что, я тебе потом ее посоветую. Спасибо вам обязательно. Собственно, к чему мы это подводим? Дело все в том, что действительно, россияне входят потихоньку в правовое русло и начинают платить за авторские права. И это, конечно, просто прекрасная новость. Еще, на самом деле, интернет полон других интересных новостей, которые подготовили, отфильтровали наши журналисты и готовы представить вам прямо сейчас. Первые сборчики мусора уже работают на орбите Земли. На этом видео показано, как ученые с помощью гарпунат зацепили пластину. Задача таких устройств — утилизировать более 170 миллионов кусков мусора, которые сейчас летают вокруг нашей планеты. Перед вами необычный императорский пингвин. Впервые особь с таким окрасом попала в объектив видеокамеры. Его брюхо такое же черное, как и спина, в дикой природе. Этим птицам, сильно отличающимся от себя подобных, выжить сложно. Крупнейшее в мире безосевое колесо обозрения продолжает радовать жителей и гостей Поднебесной. Высота — 145 метров, диаметр — 125 метров. На производство ушло более 5000 тонн стали. Аттракцион оборудован 36 кабинами. Каждая вмещает до 10 человек. Полный оборот колесо совершает примерно за полчаса. Во всемирной паутине набирает популярность кулинарный канал мужчины, который в конце раздает всю еду нуждающимся. Рецепты незамысловатые, порции большие. Но самое главное — пример, который он подает. Жить нужно, как эти кот и собака. Происходящее не поддается логике. В комментариях многие задаются вопросом, почему на выручку усатому пришли аж две собаки. Возможно, все очень просто. Они друзья. Еще одно видео с братьями нашими меньшими. Пользователи активно обсуждают кадры, на которых видно, как семья рыси играет на железной дороге. Почему хищники не боятся? Загадка для ученых. Ведь громкие звуки проезжающего поезда обычно пугают диких животных. Какие прекрасные рыси. Интересно, а может они ходили в рысиную школу? В рысиную школу? И там в рысиной школе научились не бояться людей? Не знаю, но если такая бывает, если там есть уроки не бояться людей, то возможно. Интересно, какие к этим урокам можно придумать домашние задания? Домашние задания? Ой, Саш, ну мне кажется, сейчас у нас будет такой полет фантазии, времени не хватит. Какие же задания домашние могли бы давать рысам? Давайте, наверное, поговорим о домашних заданиях для детей наших, для российских детей. Вот, например, поступила такая инициатива отменить оценки за домашнее задание. В первую очередь не ставить двойки, если ребенок его не выполнил, потому что, ну, как бы, ребенка это сильно огорчает, и он не хочет идти в школу. Такое предложение рассматривают, но надеюсь, что к нему серьезно не отнесутся, потому что пятибалльная система существует в России уже 75 лет. И, в принципе, оправдала себя. Да, я, честно говоря, прочитав эту новость, был очень сильно удивлен. И мне кажется, наоборот, все-таки метод кнутая пряника является наиболее продуктивным, наверное, в системе педагогического воздействия на ребенка. И как отменить, как можно отменить оценки? Двойка — это кнут, который должен подстегивать учиться. Ну, да, я с тобой согласна, что это не дисциплинирует ребенка. Что значит, что его не будут оценивать за то, что он не выполнил домашнее задание? Тогда он никогда его просто не будет выполнять. Но вот интересно, чтобы на это ответили в юнармии. Я думаю, что посмеялись бы в первую очередь. Я предлагаю, собственно, обратиться к этой тематике через сюжет, который мы покажем прямо сейчас. Их дети боролись за Крым. На 17-м международном военно-патриотическом слезе юноармейцы полуострова показали все свои умения и вернулись в материка не с пустыми руками. Сейчас приземляется самолет из Перми, в котором находятся наши юные крымские патриоты. И мы их первыми встречаем на крымской земле. Все участники жили и соревновались как настоящие армии. Спали в брезентовых солдатских палатках, готовили на полевой кухне, кололи дрова, и это все в середине февраля. Приходилось не только выживать в диких условиях, но и бороться за победу в военно-прикладных эстафетах. Принимали участие 42 команды, но именно крымчане взяли почетное серебро. Служим России! В Перм приехали участники военно-патриотических клубов не только со всей России, но еще и из Монголии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Донецкой и Луганских народных республик. До сих пор у ребят эмоции зашкаливают, но честно признаются, к таким погодным условиям крымчане не были готовы. Для меня лично было сложно идти по снегу, я такое количество снега никогда не видел. Холодно, снега много, неудобно было идти. Мы каждый выложились на 100%. Прошли в общей сложности около 25 километров. Кроме еды и палаток, на собственных плечах пронесли всю военную экипировку. Не меньше парней выкладывались и девочки. Они сами помогали парням. То есть у нас в самом начале было, вот именно в палаточном лагере, парни ставят палатку, девочки таскали матрасы. Матрасы, подушки, поддеяльники, то есть даже вот в творческих номерах, даже боевой листок тот же нарисователь. Они делали все сами, то есть ты им подойди и все. Поздравляю вас. И девочки молодцы. А кто поступил в Кадетск? Я. Ну дважды молодец. Секрет успеха команды прост. Некоторые участники интенсивно готовили заранее. В четвертом классе я пошел на боевое искусство, чтобы хоть как защитить себя, свою семью, а потом уже я пошел в Кадетский корпус. И это было не только мое решение, это было решение моих родителей. По словам Ильи, в его семье все военные, поэтому у него нет сомнений, кем стать. Сначала юридический, потом армия, затем служба в полиции. На самом деле мы очень долго готовились. Начинали с сборки автоматов, с казачьего дела. Хотя подобные испытания ребята уже не раз проходили у себя в Черноморском штабе юнармии, нагрузка у них серьезная не только на соревнованиях. Взрывы, вой сирен, вой самолетных моторов, взрывы, авиабомб. Голос Левитана объявил о том, что началась война. Ребята были подняты по тревоге в лагерь, они выскакивали. 19 человек уже приняли присягу, но это только начало их военно-патриотического пути. Сейчас ребята отправляются отдыхать, а затем снова наступят дни тренировок. В следующем году юные крымские патриоты обещают привезти первое место. Я думаю, что непременно привезут. И за этот сюжет я хочу лично поблагодарить нашу Алису Троян. Было очень интересно. Спасибо, Алиса. И у нас уже в студии находится гость. Мы как раз-таки продолжим тему юн-армии. Будем говорить о том, что вот в Пермском крае завершился международный слет юных патриотов, где побывали и крымчане. В принципе, об этом и было сказано в сюжете. А у нас в студии, как я уже сказала, находится Андрей Александрович Попов, председатель регионального отделения ДОСААФ России в Республике Крыма. Вас приветствуем в нашей студии. Доброе утро. Андрей Александрович, аббревиатура ДОСААФ. Далеко не все знают, что это такое. Как расшифровать? Добровольное общество, содействие армии, авиации, флоту. Но, мне кажется, не знают современные нынешние подростки, потому что в советское время абсолютно все знали эту организацию. И, наверное, большая часть детей туда как раз-таки и ходили. Ну, раньше как раз в 30-е годы и были лозунги. Все прыгают с парашютом, все на самолет, все учатся стрелять, все учились защищать свою родину. Это такая была мини-армия, подготовка к ней для юношей, ну, и для девушек тоже. Да, то есть ДОСАФ в этом году организация ДОСАФ исполнилась 92 года. Все 92 года эта организация занимается тем, что она готовит к службе в армии, готовит специалистов. Ну, и, конечно же, одна из основных задач – это военно-патриотическое воспитание. Андрей Александрович, ну, а вот сейчас, в наше время, она занимается теми же задачами, потому что, ну, пока что мы мало слышим новостей, к сожалению, связанных с ДОСАФ. И отличается ли чем-то ее задачи, скажем, в советские годы от современных? Ну, задачи те же самые, основные 9 задач. То есть это военно-патриотическое воспитание, подготовка к службе в армии, технические виды спорта, военно-прикладные, авиационные, ну, и так далее. Конечно же, за некий период организация здесь пришла в упадок, было очень сложно. Вот, превратили, ну, просто оборонную структуру превратили просто в некую автомобильную школу. Сегодня мы всяческими усилиями меняем эту ситуацию. Каким образом? У нас, ну, во-первых, мы опять начали готовить к службе в армии. То есть мы получили оборонзаказ, мы готовим водителей, специалистов. В этом году еще будет заказ по подготовке связистов. У нас более 20 клубов военно-патриотических, вот такого характера. По Крыму вы имеете в виду? Так точно, по Крыму. Более 800 детей. Вот, эти дети, как раньше, в старые добрые времена занимаются в клубах, вот, где ветераны, где специалисты им передают свои знания, свои умения. Ну, и, конечно же, вот такие турниры, такие слеты, как ездили наши дети из Черноморского района, у нас проходят ежегодно по несколько таких слетах в разных местах. И постоянно они, наверное, привозят медали к призовые местах? Конечно. Я вам больше того скажу, что у нас практически еженедельно вот такие состязания проходят в наших регионах. Постоянно они проходят в Красногвардейском районе, постоянно проходят в Алуште, Джинкое, Евпатории. Андрей Александрович, да, ну, вот стоит отметить, что они едут туда не отдыхать. Это не просто какой-то детский лагерь, а, так сказать, впитывать этот патриотизм через обучение. Вот как именно оно происходит? Самое главное, наверное, это то, что дети общаются между собой, они видят друг друга, они смотрят в глаза и подставляют друг другу плечо в трудные моменты и для преодоления тех препятствий, которые ставятся перед ними. То есть они учатся знания, приобретают знания, учатся профессии. Вот, например... Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, а любой человек может прийти, или все-таки это для молодежи только, или, допустим, для таких престарелых людей, как и я? Досав? Да. Конечно, конечно, любой может прийти. То есть человек абсолютно любого возраста может обратиться к вам и, ну, скажем, заняться чем-то интересным для него. Неужели, Саш, ты надумал все-таки пойти? Я серьезно. Мы сейчас будем очень серьезно возрождать составляющую связистов. То есть это умение, знания и навыки работы со связью, радиостанции. Вот, потому что сегодня, ну, телефон, телефон вышел из строя, дальше что? А у нас военные, военные специальности, они должны обладать. Но, если вы помните раньше, да, как радисты забрасывали, у нас ключом работа, ключом работа на других радиостанциях, уже сегодня это другое. Опять же, сегодня еще у нас проблема с авиационной составляющей, но мы в этом направлении работаем, в том числе и глава республики. Неужели тоже удастся восстановить и это направление? Конечно, конечно, удастся, потому что задача такая стоит. Ну, на сегодняшний день речь идет о аэродроме, технику, самолеты, парашюты, которые для этого необходимы. Центральный совет, то есть Москва, нам передаст, вооруженные силы передадут. И мы будем готовить еще для армии и парашютистов десантник-стрелок. Андрей Александрович, а кто проводит обучение? Наши специалисты. То есть это военные люди или это гражданские? На сегодняшний день это гражданские люди, да, но в прошлом, конечно же, они были военными. Позвольте еще вопрос. У вас на груди висит значок мастера спорта. А по какому спорту? Нет, это кандидат мастера спорта. Кандидат мастера, не разглядел. По боксу. Так вы боксер еще? Было, в детстве. Ну, а эти навыки передаете, эти знания? Спортивная составляющая передается. У нас очень большая сборная по армейскому рукопашному бою в составе наших клубов. Поэтому... То есть ребята, в случае чего, постоять за себя точно смогут. Ну, ведь основная задача наших ребят в клубе, это не просто научиться, тем более нападать, да, а именно уметь защитить. То есть военно-патриотическое воспитание, это что такое? Это уметь защитить свою родину. То есть мы этому и учим. А для этого нужно обладать разными специальностями. Почему вы думаете, что армии для этого недостаточно? Еще вот нужны такие организации, как ДОСААФ? Ну, во-первых, потому что срок службы на сегодняшний день очень маленький. А приобрести профессию, а еще как бы и отдать дань родине и научиться военному делу настоящим образом за этот срок очень не успевает. А сколько ребят у вас обучается? Постоянно. То есть они приходят в клубы? Так точно. Если это военно-учетная специальность, то, конечно, допустим, водитель грузового автомобиля 4 месяца, допустим, вот он приобретает права. То есть в районе 3 месяцев приобретают профессию. Будь то связисты, будь то парашютисты или водители. Даст Бог, будут у нас водители и БТР, будут и другие специальности. Ну, в общем, в этом направлении мы как бы двигаемся, развиваемся, укрепляем материальную базу, которая есть в нашей организации для того, чтобы наших крымских парней обучать настоящим образом военному делу. Да, Андрей Александрович, вы совершенно правы, потому что все прекрасно знают, насколько это была мощная организация в советское время. Как вы уже сказали, и авиации, и вождение, и не только обучая в это время. Сейчас пока что только, как я поняла, водителей. Ну, уже и связисты, уже, даст Бог, и парашютисты будут в следующем году. То есть в этом направлении мы работаем. Большое вам спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях был Попов Андрей Александрович, председатель регионального отделения ДОСААФ России в Республике Крым. Большое вам спасибо. Я думаю, что после нашей беседы многие крымчане с большим удовольствием пополняют ряды ваших воспитанников и составят славу нашего Отечества. Спасибо вам большое. Да, и, конечно же, удачи вам в осуществлении ваших планов. Но что касается того, что будет дальше по нашей программе, это Крым Онлайн, где мы расскажем вам, о чем же говорит крымский сегмент интернета. Утро в селе Табачное выдалось по-настоящему туманным. Сквозь белую пелену практически не видно дорожные знаки и встречные автомобили. Пользователи шутят, не хватает сигаретного пепла. Другие не соглашаются, мол, видели туманы погуще. Правила дорожного движения для всех одни. И для водителя, и для пешехода, и даже для четвероногих друзей. В Ялтикаты знают, что дорогу нужно переходить по пешеходному переходу и только после того, как автомобили становятся. Еще одно доказательство, что животные умнее некоторых людей, комментируют пользователи. Серьезная авария на Ялтинской трассе. На видео помятый легковой автомобиль лежит поперек одного из бетонных ограждений. Чтобы сдвинуть такое, нужно набрать большую скорость. Комментаторы гадают, причастен ли к аварии мопедист, что стоит рядом. Надеемся, никто не пострадал. В сеть попали кадры горячего завода пластмасс Симферополя. Дым было видно со всех уголков города, что подтверждают десятки фотографий и видеозаписей, сделанные пользователями всемирной паутины. По предварительным данным, загорелся используемый для смазки станков мазут. Это и объясняет обильность и плотность дымового столба. В февральске холод и затянутое небо совсем не повод сидеть дома. Отличный пример тому крымчане, которые, несмотря на непогоду, выбираются на улицу и делятся прекрасными фотографиями. И напоследок, немного моря и красивых видов. Самый огненно яркий крымский закат в сочетании с могучими морскими волнами – завораживающая картина. Обязательно выберитесь к морю на выходных. Собака поводыря кола дрессировки таких собак. И вот, наконец-то, одна из них добралась и до нас. И теперь у нее есть здесь свой хозяин, свой друг тоже, который будет ей всегда помогать. А она будет помогать, в свою очередь, ему. Очень отрадно, что буквально несколько дней назад и эта собака, и ее хозяин были у нас в гостях и рассказывали о своей жизни и своей дружбе. Вообще, воспитание такой собаки – это очень дорогая манипуляция и, к сожалению, очень нужная. Поэтому, друзья, берегите свое здоровье. Я позволю сделать себе небольшую отсылку в параллельную тональность. Дело все в том, что в это воскресенье в 10 часов утра на Первом Крымском и Крым-24 выйдет программа «Доктор Левин», где будет рассказано в подробностях о глазном здоровье. И те люди, которым это интересно, непременно посмотрите, вы узнаете очень много полезного для себя. О глазном здоровье, ты знаешь, это действительно сейчас проблема актуальная, потому что, как замечают медики, у многих детей уже наблюдаются нарушения и проблемы со зрением. Это сказывается вот то, что много проводят времени в интернете. А раньше зрение падало, потому что читали книжки. Но это совсем другая история. Что же касается собак, я абсолютно каждому желаю, чтобы его зрение было стопроцентным. Но при этом это совершенно не исключает необходимость завести себе близкого друга. И следующий наш сюжет как раз внесет нотку добра в эту ситуацию. Я бы с большим удовольствием взял себе эту собаку. Жаль, у меня уже три есть. Да, я знаю, что у тебя не только собаки, у тебя есть кошки, а есть еще какие-то животные? Только пальмы. Только пальмы? Ну, они почти как животные домашние. Домашние животные – это очень хорошо, а они сейчас на улице. Но что же происходит на улицах, более подробно расскажет наш мобильный корреспондент Никита Крылов, который сейчас находится в полях. Никита, доброе утро. Не смогу так долго. Да. Здравствуйте. Доброе утро, студия. Сегодня у нас очень хороший день, как минимум, потому что сегодня у нас 22 февраля, завтра 23-й, и сегодня у нас день Панкратия. Ну, начну, конечно, с погоды. Как вы видите, за мной находится мокрый асфальт, нахожусь в сфере Екатерины. Это означает, что дождь небольшой есть. Ну, сразу же говорю, небольшой, поэтому пугаться не стоит. Но, тем не менее, зонтики берем. А может быть, надо что-то более такое существенное, потому что обещает, между прочим, сегодня и снег. Если сейчас на улице, честно говоря, достаточно тепло, то вот обещают к вечеру, что уже будет примерно минус 6. Дождь, снег, поэтому ощущаться будет минус 13. Одеваемся очень тепло, и, возможно, это вас защитит. Ну, сегодня день Панкратии, и что необходимо делать в этот день? Это, конечно же, плести лапки. Ну, я подумал, лапки-то мы не плетем нынче, да, уже 21 век. На дворе, поэтому, может быть, обувь можно купить в магазине, и тогда она принесет вам, как минимум, счастье. Ну, еще, что бы я хотел очень важное сделать, это, конечно же, поздравить с именинами. Кого? Василия, Геннадия, Ивана, Иннокентия, Никифора, Панкратия, все-таки Петра и Тихона. Всех, у кого такие имена, поздравляю с именинами. Они у вас именно сегодня. Ну, а я, как вы понимаете, направляюсь в сторону площади Советской, точнее, немного дальше, главпочтам. Почему именно туда? А об этом вы узнаете уже совсем скоро, когда я проведу свое следующее включение. Студия, вам слово. Да, ну, спасибо большое, Никита, и не можем не присоединиться к твоим словам по поводу поздравления всех именинников этого дня. Поздравляем. Ну, и, конечно же, с лаптевым днем, правильно я говорю? Я даже не знала о существовании такого праздника, если честно. Я давно уже забыл про существование лапти. Дело в том, что обстоятельства грядущей погоды, думаю, что они не спасут ноги от холода. Чтобы быть в курсе всех событий погоды, атмосферы, планеты Земля и, в частности, прилегающей к нашему полуострову части ее атмосферы, я предлагаю прямо сейчас обратиться к рубрике «Погода», где расскажут наши респонденты самые точные данные. Давайте прямо сейчас посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Большую часть информации мы получаем через глаза. Однако существуют болезни, которые могут навсегда лишить человека возможности видеть окружающий мир. Глаукома вызывает необратимую потерю зрения. Как не пропустить начало этой страшной патологии? Аэропортовская погода на большей части территории России будет в пределах нормы. В принципе, в этом плане нас иноптики не удивили, но, как оказалось, нормой являются и снегопады, и морозы. Так что не удивляйтесь. Но вот еще такая интересная новость, оказывается, на Лас-Вегас обрушился сильнейший снегопад за последние 82 года. Там толщина снежного покрова достигла аж 13 миллиметров, а в аэропорту Лас-Вегаса аж 25 миллиметров. Вы представляете, какая непогода? Я представляю. Но я хочу сказать, добавить от себя, касательно первой части твоего рассказа. Дело все в том, что Симферополь и Крым, в частности, находятся на стыке субтропического климата и умеренно континентального. И дело в том, что именно этот стык образует вот такую совершенно непонятную погоду, которая характерна, скажем, изменчивостью своей. И вот, например, в этот день, 22 февраля, самый холодный день был в 1913 году. Температура спустилась до минус 25 градусов. А самая теплая была в 87 году и было плюс 22. Вот такая вот разбежность. Да, то есть были моменты, когда такая суровая зима у нас присутствовала, а были моменты, когда и почти жаркое лето наступало вдруг в феврале. Почти жаркое лето. И я хочу сказать, что гораздо лучше, когда в эти дни холодно по той простой причине, что мы знаем, что есть такое понятие, как возвратные холода. И если будут такие окна, растения могут зацвести, выдать почки, и потом возвратные холода, все почки погубят. Поэтому лучше, когда температура стабильная. В целом, говоря о погоде и о климате, есть изменение климата в сторону потепления. Но с этим связана и другая проблема. Климат становится парадоксальным. У нас могут совершенно несвойственным образом выпадать осадки. И это очень плохо, к сожалению. Ну, конечно же, это не очень приятно, когда ты не планируешь, что будет дождь, а он все-таки будет. А зонтик ты при этом не взял. И я думаю, что многие крымчане и даже вообще все жители планеты не раз попадали в такую ситуацию. Но, как говорят, срабатывает закон подлости. Сегодня тоже, отметил Никита, идет небольшой дождь. Я, кстати, попала под него. Я тоже чуть-чуть попал. Но я очень надеюсь, что завтрашняя погода будет благоволить. Завтра праздник, 23 февраля. И я желаю, чтобы никакая погода, никакой дождь и снег не омрачил ваше крымчане настроение. Да. Я, конечно же, тоже к этому присоединяюсь. И вообще хотелось бы сказать, что обычно погода 23 февраля нас радует. И практически не подводила в этом в плане. А вот 8 марта она, наоборот, проявляет свой суровый нрав. Не знаю, с чем это связано. Связано ли это именно с качествами мужчин и женщин. Но вот будем надеяться, что и 23 февраля, и 8 марта будет по весеннему тепло. И это вас порадует. Но если погода все же оставит желать лучшего, надеюсь, вас порадует наш следующий сюжет. За последние десятилетия День защитника Отечества превратился в своеобразный, неофициальный День всех мужчин. С праздником поздравляют не только служивых, но и тех, кому предстоит нести свой долг перед Родиной. В школах девочки дарят подарки мальчикам, дома женщины готовят вкусный ужин мужьям. Но зачастую это не единственный сюрприз, которого ждут представители сильного пола. Любой подарок, всегда подарок, всегда радость. Главное, чтобы от души. Остальное все ерунда. И поцелуй. Стараюсь эту тему не поднимать. На 8 марта я своей жене всегда, маме, все время дарю подарок. А так, что к себе на 23 февраля я об этом не думаю, да, и никого этими мыслями не заставляю напрягаться. Если для мужчин 23 февраля – праздник, для женщин – головная боль. Вопрос, что подарить, озадачивает даже не часами, а целыми днями. Накануне 23 февраля практически вся прекрасная половина человечества суетится в выборе подарка. Казалось бы, все очень просто. Подарок должен быть приятным и полезным. Но, с другой стороны, выбрать что-то одно – функциональное и оригинальное – достаточно сложно. Наибольшей популярностью пользуются такие банальные варианты, как гели для душа, носки, инструменты, подарочные наборы, военные аксессуары и забавная мелочь. А этого лишь ждут наши защитники. Большинство из них под улом пистолета не признаются, что подарок не понравился. «Приходят к нам люди, говорят, что подарок нужен человеку, у которого есть все. В принципе, мы находим всегда варианты, ищем что-то, подбираем, уходят довольные от нас. Или приходят коллективные подарки нужные. Мы можем или ручки подобрать, ежедневники подарочные. Приходят девушки, парни на подарок тоже. Спрашиваем, чем увлекаемся, что можно подобрать, охота, рыбалка, чем занимаются». Социологические исследования показали, что в приоритете гаджеты, часы или запчасти для машины. Нравятся и оригинальные презенты – букет из вобл или копченых колбас, полет в Дубай, перфоратор, сладости и мангал. Если все-таки определиться с подарком не удалось или не хватило времени на его поиск, то можно воспользоваться популярными на сегодняшний день подарочными картами или сертификатами. Такой презент вряд ли кто-то передарит или закроет в дальнем ящике. «Я знаю, есть такие хорошие подарки, было бы, кстати, очень здорово, такой получить сертификат на всякие приключения, знаете, там, ради впечатлений каких-то. Кто-то там прыжок с парашюта дарит, бывает дарят там в парке аттракционов, вот что-то наподобие. Сейчас время такое, когда люди уже, мне кажется, все больше хотят насладиться именно впечатлениями. Впечатления сейчас самые ценные». Эксперты советуют, если вы задумались о подарке мужчине, отталкивайтесь от его предпочтений в жизни. Если любит музыку, купите ему беспроводные наушники, портативную колонку или билет на концерт любимой группы. По такому принципу выбираем подарки и для автолюбителей, поваров и офисных работников. Главное делать это не для галочки, а с душой. Мария Крауза, Рустам Файзурин. Утро нового дня. Салия, а что подаришь ты своему мужу, если не секрет, конечно? Я надеюсь, он не смотрит или смотрит, но делает, что не заметил. Дело в том, что он смотрит, поэтому позвольте, я не буду раскрывать всех секретов, потому что даже если он вдруг отвлечется в этот момент, я уверена, что кто-то ему потом передаст. Поэтому пока не буду рассказывать. То есть ты решила подойти к этому вопросу не банально как-то? Но ты знаешь, я люблю какие-то необычные подарки и сюрпризы. Например, однажды я заказала специальный квест. Это такие вот головоломки, которые надо отгадывать. И это был причем автоквест. То есть надо было ездить по городу, выполнять задания, которые раскрывали, где находится следующая уже задача, где находится следующее задание. Я люблю вот такие необычные сюрпризы. Мне кажется, это запоминается. Это действительно запоминается, как и запоминаются прекрасные картины, которые сейчас можно посмотреть прямо в этой спине. Ну и обрати внимание, какая красота. Да, ты имеешь в виду красотой. В качестве красоты это площадь Ленина нашу? Да. Несмотря на то, что она имеет не очень презентабельный вид, она мне все равно нравится. До революции это была площадь фонтанная. Там, где сейчас стоит дедушка Ленин, находился фонтан, из которого симферопольцы брали основную воду. Вода по глиняным трубам подавалась из скал Неаполя-Скифского. Там недалеко источник был. И симферопольцы, в общем-то, ее употребляли. Славные были времена, правда? А вот интересно, музыкальный театр тогда уже был, когда там находился фонтан? На месте музыкального театра было несколько очень старых, интересных усадеб. Прямо на площадь смотрела усадьба, сейчас не вспомню, чья, но она была построена в псевдоборочном стиле. И там очень долгое время находилась СЭС, санэпидемстанция советская. Потом ее снесли, весь комплекс этих усадеб, и построили музыкальный театр. Саша, ну как интересно. Особенно интересно, ты рассказываешь об этом, сразу тебе представляешь, фантазируешь и видишь эти усадьбы. Я надеюсь, что сейчас интернет не подведет нас. Да, будем надеяться, что он не подведет. А то, как будет, как в фильме подводят, как в фильме «Бриллиантовая рука». Помнишь там? Конструктор Рогаль Левицкая. Костюм мужской. В принципе, мы уже видим Екатерининский сад, что я успела за это время заметить, что людей практически там нет. Но зато, как всегда, очень много машин. Очень много машин. Но я предлагаю видеть, что-то у нас сегодня... Да, это грязь. Да, теперь мы видим грязь. Но я предлагаю все-таки... Что-то у нас сегодня все же интернет не хочет баловать нас и радовать. Нет, сейчас посмотри, прекрасно нас балуют или еще не видно. Видно, видно, видно. Но я предлагаю все-таки от этого серого пейзажа, все-таки предгорья Крыма зимой не очень прекрасно, перейти к более теплым краям. И об этом наш следующий сюжет. До революции Ялту называли русской ривьерой. Оставить след в фасаде города мечтали многие архитекторы. Сегодня здания, построенные ими, являются сердцем и душой курортной столицы полуострова. Пройтись по улицам Ялты всегда приятно, особенно зимой. В то время как за гребнем гор бушует непогода, здесь стены старинных особняков греются под лучами теплого февральского солнца. Своё архитектурное путешествие мы начали с самого центра города, с холма Дарсан. Здесь издавна селились наиболее богатые горожане, строили роскошные доходные дома. Один из самых примечательных – особняк художника Георгия Ярцева. Выдающийся живописец воспел в полотнах природу полуострова и оставил после себя прекрасное здание. Проект усадьбы он разработал самостоятельно в модном на то время стиле, так называемом этническом модерне. Здесь сочетаются элементы восточной архитектуры Бахчисарайского дворца с европейской тягой к комфорту. Дом Ярцева всегда был полон посетителей. Тут в разное время гостили Чехов, Мамин Сибиря, Куприн, Шаляпин. Говорят, что просыпаясь, по утрам великий русский бас распевался прямо на балконе, и его голос был слышен даже на набережной. Здесь красная, здесь красная, здесь прекрасная. Неподалеку от особняка Ярцева располагался дом архитектора Котенкова. Сегодня он зарос растениями и сильно перестроен. Кроме ажурного карнизного выступа, ничего не выдает в нем элегантной задумки Зодчева. Но неожиданно приятно, что ялтинцы знают историю своих жилищ. Это дом, который принадлежал ялтинскому архитектору Котенкову. Построен он по его проекту, точно так же, как и дом, возле которого мы с вами стоим. В Ялте он построил очень мало, потому что умер молодым. Вот это все, что сохранилось, к сожалению, от его дома. Сегодня имя Михаила Котенкова известно в большей части в кругу краеведов. В первую очередь он прославился, работая над интерьерами великокняжеского имения Айтадор в содружестве с Николаем Красновым, а уж с именем этого архитектора знаком почти каждый крымчанин. Спускаясь по улице Войкова, мы как раз наталкиваемся на одно из зданий, возведенных по его проекту. До революции в этих стенах располагалась женская гимназия, а сегодня среднеобразовательная школа имени Антона Павловича Чехова. Здесь учились сестры Цветаевы. Жили они в доме врача и писателя Елпатьевского, чуть выше по склону. Двигаясь к морю, миновав в храм Александра Невского, мы сталкиваемся с еще одним удивительным фасадом авторства Краснова. Это доходный дом доктора медицины Петра Ширяева. Он построен в 1907 году по проекту знаменитого Краснова. Его главная особенность – майоликовый карниз в стиле Арнуво, увенчанный женскими маскаронами. В этих стенах тоже некогда останавливались известные личности, такие как Максим Горький, Самуил Маршак. На улице темнеет, но в рамках архитектурного променада невозможно не посетить Екатерининскую улицу. Открывает ее перспективу дом выдающегося армянского композитора Александра Спендиарова. Фасад особняка выполнен в неогреческом стиле и имеет прямую отсылку к афинскому акрополю. Его венчает копия знаменитого Эрехтеона. Сотни метров выше находится дом Купчихи Лещинской. Пройти мимо этого кружевного пряника просто невозможно. Поражает та любовь к деталям, которая сквозит через деревянную резьбу балконных ящиков, карнизных выступов, теневых решеток балконов. Сегодня в здании расположены два отдела Ялтинского историко-литературного музея «Культура Ялты начала 19-20 веков» и «Музей Леси Украинки». Украинская поэтесса останавливалась в этих стенах, проходя курс климатотерапии. Здесь ею написаны поэтические циклы, крымские воспоминания, крымские отзвуки и драматическая сцена «Ифигения в Тавриде». Напротив музея находится еще одно прекрасное здание в стиле этнического модерна, построенное Николаем Красновым. Это особняк предводителя крымско-татарского дворянства Али Мурзы Булгакова. Чтобы насладиться всей прелестью южнобережной архитектуры, не хватит и нескольких дней. Сегодня активно обсуждается вопрос присвоения Ялте статуса исторического поселения. Это означает признать город музеем под открытым небом, и кто, как не Ялта, заслуживает этого почетного статуса. Доброе утро, крымчане! Все те, кто нас смотрел, и все те, кто только что к нам присоединился. В эфире программа «Утро нового дня». Да. Но вот хотела добавить, что однажды один мудрец сказал, для того, чтобы день задался, нужно его провести в компании Салии Салямовой и Александра Ткачева. Вот такая вот мудрость. Я больше скажу, я это читал в Википедии, там целая страница есть, посвященная этому. Мы работаем в прямом эфире сразу на двух каналах «Первый Крымский» и «Крым-24». Смотрите на нас на любом из них. Да. Но, правда, знаешь, существует еще одна мудрость, что кто рано встает, тот всех что делает? Нет, только плохие ассоциации. Ну, достает. Но надеюсь, что мы как раз-таки не достаем, а наоборот приносим в каждый дом хорошее настроение. Настроение и самые свежие новости. Я думаю, что это именно твоя, так сказать, юрисдикция. И, конечно же, ты прав. Это именно моя задача. И я уже хотела бы поделиться с вами новостями. Итак, статус «Мать-одиночка». Их в Крыму более 30 тысяч. Жилье, пособия, коммунальные льготы. Как помогает им государство? В последнем послании Федеральному собранию Владимир Путин уделил особое внимание помощи семьям с детьми. Это коснется и одиноких родителей. Как живут они сегодня? Знают ли о своих правах? В гости отправилась Лили Вичат. Чтобы поднять на ноги четверых детей, Елена Абдрахманова освоила четыре профессии. От кафельщицы до парикмахера. Двое старших учатся в техникуме. Радуют спортивными достижениями. Средний школьник, а младшая Каролина помогает по хозяйству. Все для детей. У меня их четверо. И каждому надо после себя что-то оставить. При России меня поставили на квартирный учет. Признали малообеспеченной семьей. При Украине этого не было. А Элла Чикрыгина воспитывает троняшек. Они учатся во втором классе, радуют хорошими оценками. Дружной семьей спешат домой. Новые квадратные метры одинокая мама приобрела буквально на днях. Статус одинокой матери помог ей в жилищном вопросе. Долгожданное жилье смогла получить в российском Крыму. Мы получили материнский капитал. И мы в этом году приобрели квартиру. Поэтому сложностей особых нет. В России все семьи с детьми получают поддержку. Этому уделил особое внимание президент в последнем послании федеральному собранию. Для мам, которые воспитывают детей в одиночку, мы решили провести правовой ликбез. Размер пособия на одного ребенка 1726 рублей в месяц. Получают сумму раз в квартал. То есть более 5000. Чтобы претендовать на помощь от государства, одинокой матери необходимо иметь официальный статус. Присвоением такого удостоверения занимается социальная защита. Именно туда следует отнести заявление. Обратиться можно и в многофункциональный центр. К тому же, пособие на ребенка одинокой матери начисляется, исходя из критерия нуждаемости. Сумма зависит от общего дохода семьи. Базовый размер составляет 1500 рублей ежемесячно. Этот размер индексируется ежегодно. То есть с 2015 года уже прошло соответственно у нас трижды индексации. На сегодняшний день этот размер составляет 1728 рублей. С 1 апреля текущего года, 2019, произойдет очередная индексация и размер будет увеличен. Законом Российской Федерации для женщин, имеющих статус одинокой матери, предусмотрены особые возможности и льготы. Сниженная налоговая ставка, бесплатный проезд в городском транспорте, уменьшение стоимости коммунальных услуг. Лиля Веджат, Андрей Заричный, Новости 24. Долгожданный приток, обмелевшее Тайганское водохранилище в Белогорском районе наполняют водой. Ее перебрасывают из соседнего искусственного водоема. Там, в свою очередь, уровень поднялся благодаря снежной зиме. Какова ситуация в других водохранилищах Крыма? Об этом в материале Екатерины Серегиной. По этому перепускному сооружению вода поступает из Белогорского в Тайганское водохранилище. Из одного водоема в другой перебрасывают от 250 до 300 тысяч кубометров воды в сутки. Всего Тайганское водохранилище за месяц удалось наполнить на 80%. В водоеме уже 11 миллионов кубометров важнейшего ресурса. Решающим в этом процессе стал природный фактор. Белогорское водохранилище, откуда вода поступает в Тайганское, наполняется рекой Биюк-Карасо. В ее русло по карстовым расщелинам стекаются осадки с гор. Зимой выпало достаточно много снежного покрова в горах. И положительные температуры позволили этому снегу растаять и поступить именно в Белогорское водохранилище, что и позволило нам набрать Тайганское. За три года оно обмелело как раз из-за засухи, говорят специалисты. Но это не единственная причина. Если раньше Тайганское водохранилище использовали с апреля по ноябрь и только для орошения сельхозземель, то после перекрытия Северокрымского канала воду из него потребляют круглый год. В 2017 году начали с декабря месяца уже подавать в канал. Вот этот зимний период, мы напрямую работали на канал, мы не смогли наполнить ее. Сейчас искусственный водоем продолжают наполнять. По прогнозам, в конце февраля ожидаются очередные осадки. Ресурс из Тайганского и Белогорского водохранилищ пойдет на нужды Восточного Крыма. Рассматривают и проект переброски воды отсюда на север полуострова. Документ на рассмотрение федеральных органов власти. Ситуация в других искусственных водоемах остается стабильной. Что касается водохранилищ естественного стока, то общее заполнение их 197 миллионов, это 77 процентов. Это на уровне прошлого года и на 20 миллионов больше среднемноголетнего показателя. А водохранилища, которые построены на Северокрымском канале, заполнены на 24 миллиона кубометров воды. И это тоже соответствует прошлогодним показателям. В целом специалисты уверены, что в 2019-м республика без воды не останется. Екатерина Серегина, Дмитрий Волк, новости 24, Белогорский район. Такой была информационная картина этого часа, но наши коллеги продолжают следить за развитием событий. Они уже находятся на своих рабочих местах и разрабатывают новые темы, обсуждают новые вопросы, которые готовы поднять в эфире у нас в том числе. Ученые тоже работают. Я, возвращаясь к теме водохранилища, хочу напомнить, что еще в 50-х годах, в советское время, были сделаны удивительные открытия. Оказывается, совершенно колоссальные запасы пресной воды находятся под Азовским морем. И сейчас разрабатываются технологии, которые позволят эту воду добывать с глубины более двух километров. Поэтому я надеюсь, что когда этот способ будет найден, он будет открыт, то в Крыму будет исчерпана проблема нехватки воды. Да, это вот такое интересное явление, что оказывается где-то, получается, я так понимаю, под солеными водами находится пресная вода? Под слоем грунтов, скальным основанием находится. Вообще, возвращаясь, если совсем уже интересно, так сказать, копнуть, было сделано недавно колоссальное открытие. Оказывается, поверхность нашей Земли, как мы знаем, покрыта слоем воды. Но это лишь мизерная часть воды, которая содержится в нашей планете. В недрах в виде связанной воды в минералах находится 10 таких океанов. Поэтому, на самом деле, в недрах нашей планеты воды еще больше, чем на поверхности. Саш, но знаешь, больше всего меня в этой новости поражают твои обширные знания, что касается воды пресной, соленой и вообще нашей планеты. А сейчас я тебя еще больше удивлю, потому что я еще кое-что знаю, гораздо более полезное, в плане, по крайней мере, сегодняшнего дня. Итак, сегодня 22 февраля, сегодня предпраздничный день. Я напомню, что завтра день защитника Отечества. В советские годы он назывался День Красной Армии. И в связи с этим в нашем прекрасном Крыму проводятся массовые мероприятия, в частности, в Симферополе. Итак, сегодня в 10.30 состоится открытие выставки и молодежный флешмоб «Крым про героев». Место будет дислокация выставки на Карла Маркса, перекрестки с Пушкиным. Там будет проходить флешмоб. Но основная часть мероприятий все же запланирована, конечно, на завтра. 23 февраля в 9 часов состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к вечному огню в парке имени Юрия Гагарина. В 9.30 митинг и праздничная концертная программа, посвященная пятой годовщине со дня образования Сводного полка Народного ополчения Республики Крым. В этот же день в 9 часов с 9 до 15 в Симферополе на площади Ленина планируется проведение выставки военной техники и вооружения. В общем, день завтрашний обещает быть совершенно нескучным. Насыщенным, я бы сказала. Но ты уже проанонсировал некоторые события, а позволь дальше нашим коллегам рассказать о событиях уже в культурной сфере. Это новости театра и кино, какие сеансы там ожидаются сегодня и куда можно сходить. Позволяю. Сегодня в Государственном Академическом Музыкальном Театре программа «Эстрадные хиты» в исполнении симфонического оркестра и артистов порадует всех ценителей жанра. Дирижер Эльмира Махтерем. Начало концерта в 18.30. Юных гостей Крымского Академического Театра «Кукол» в эту субботу ждет яркая, мягкая, уютная сказка «Слон в разноцвете». Интерактивный спектакль рассчитан на самых маленьких зрителей. В доступной игровой форме с элементами анимации талантливые крымские актеры-кукольники расскажут историю о слоненке Элмере и его друзьях. Режиссер-постановщик Дарья Ярошенко. Начало спектаклей в 10, 11.30 и 13 часов. В воскресенье в Севастопольском Академическом Театре Танца имени Вадима Элизарова премьера сезона. Хореографический спектакль «Кровавая свадьба». В основу спектакля легла одноименная трагедия знаменитого драматурга прошлого столетия Федерико Гарсиа Лорки. Испанские страсти, удивительные герои, великолепные костюмы, смелые режиссерские находки и мастерство артистов театра подарят яркие эмоции всем гостям от соприкосновения с подлинным искусством. Начало спектакля в 18 часов. На широких экранах страны продолжается показ масштабной военной драмы «Спасти Ленинград». Фильм вызвал неоднозначные отзывы как среди зрителей, так и киноэкспертов. Составить свое личное мнение может каждый. Картина в прокате до 27 февраля. У меня аж сердце дрогнуло, когда я видел утопающий рояль. Но если, драмы, господа, вы хотите куда-то попасть, вам наверняка понадобится информация, связанная с ценами на бензин, потому что далеко не всегда можно доехать, дойти пешком, иногда приходится ездить. Итак, цены на углеводороды на сегодня. Газ 28 рублей 19 копеек. Дизельное топливо 51 рубль и 27 копеек. Оно считается наиболее, кстати говоря, экономичным. 92-й бензин 47 рублей и 17 копеек. 95-й 50 рублей и 25 копеек. И самый дорогой 98-й, традиционно, он уже не меняет свою стоимость почти месяц, 56 рублей 59 копеек. Следующим нашим пунктом будут курс валют. Итак, на сегодня доллар равняется 65 рублям. Прошу прощения, можно вывести на экран? Благодарю. Доллар сегодня равняется 65 рублям. 54 копейкам, а евро 74 рублям и 29 копейкам. Обе эти валюты за последние сутки сдали 30 копеек. В первый раз, когда я озвучивал, сказал рублей, конечно же, копеек. К сожалению, пока только копеек. Но кто знает, с учетом того, что эти валюты падают, падают каждый день, быть может, однажды они подешевеют на 30 копеек. И мы вспомним с вами 2008 год, когда доллар стоил 30 рублей. Да, может быть, конечно, такое и будет, но мне кажется, это уже из области фантастики. По крайней мере, история таких претендентов не знает. Ну, всякое бывает в истории. Это такая сложная наука, которая никогда не предсказывает свои повороты. Поэтому точно, по крайней мере, неизвестно, что будет завтра. Но есть информация, которая абсолютно достоверна. Это информация следующего нашего сюжета под названием «Крым онлайн». В ней мы рассказываем, о чем говорят пользователи крымской сети интернет. Прямо сейчас. Утро в селе Табачное выдалось по-настоящему туманным. Сквозь белую пелену практически не видно дорожные знаки и встречные автомобили. Пользователи шутят, не хватает сигаретного пепла. Другие не соглашаются, мол, видели туманы погуще. Правила дорожного движения для всех одни. И для водителя, и для пешехода, и даже для четвероногих друзей. В Ялтикаты знают, что дорогу нужно переходить по пешеходному переходу. И только после того, как автомобили становятся. Еще одно доказательство, что животные умнее некоторых людей, комментируют пользователи. Серьезная авария на Ялтинской трассе. На видео помятый легковой автомобиль лежит поперек одного из бетонных ограждений. Чтобы сдвинуть такое, нужно набрать большую скорость. Комментаторы гадают, причастен ли к аварии мопедист, что стоит рядом. Надеемся, никто не пострадал. В сеть попали кадры горячего завода пластмасс Симферополя. Дым было видно со всех уголков города. Что подтверждают десятки фотографий и видеозаписи, сделанные пользователями всемирной паутины. По предварительным данным, загорелся используемый для смазки станков мазут. Это и объясняет обильность и плотность дымового столба. Февральский холод и затянутое небо совсем не повод сидеть дома. Отличный пример тому крымчане, которые, несмотря на непогоду, выбираются на улицу и делятся прекрасными фотографиями. И напоследок. Немного моря и красивых видов. Самый огненно яркий крымский закат в сочетании с могучими морскими волнами – завораживающая картина. Обязательно выберитесь к морю на выходных. Так мы и сделаем. Спасибо Артему порадовало нас действительно красивыми, приятными кадрами. Но вот смотри, у нас там были новости, что касается пробок. Были, были, помню. И я хочу сказать, что сейчас трасса на Евпаторию готова на 30%. Там ведутся земленные работы, также достраиваются четыре путьпровода. Да. Но вообще будущая трасса Симферополя-Евпатория-Мирная – это четырехполосная дорога первой технической категории. Это значит, что там можно будет развивать скорость до 120 км в час. То есть пробок там как раз-таки не будет. И, надеюсь, ДТП тоже. А открытие ожидается в сентябре 2020 года. То есть уже совсем скоро. Ну вот скорость 120 км в час. Я думаю, что эта дорога – это прекрасный повод исполнить завещание нашего Артема Андроновского, Адониса, попутешествовать к морю на выходных. Но я напомню, что у нас была некая загадка, которую оставил за собой наш мобильный корреспондент Никита Крылов. Он нас заинтриговал. Куда же он двигается и зачем? Я предлагаю прямо сейчас вновь обратиться к нашему крылатому богу Меркурию и узнать, что же он расскажет. Потому что не зря Никиту Крылову называют посланником богов. Никита Крылов – посланник богов. Мы вас слушаем. Доброе утро, студия. Здравствуйте, Никита. Доброе утро, студия. Еще раз хотел бы сказать, что я нахожусь на улице Серова. И знаете, уважаемые автомобилисты, что в 8.30 она уже будет полностью перекрыта. Сейчас мы видим, да, здесь уже дежурят экипажи ДПС и стараются не пропускать автомобили. Но вот с 8.30 до 12.00 утра здесь проезд будет абсолютно закрыт для всех. Почему? Потому что мероприятия будут проводиться, посвященные 23 февраля. Сейчас, да, вот некоторые автомобили еще пытаются проехать, а точнее выехать. И вот, знаете, только что буквально наблюдал ситуацию достаточно конфликтную. Женщине очень не понравилось. Автолюбители, то, что дорогу перекрыли. Она говорит, как это, мне хочется проехать. Ну нельзя, друзья, нельзя. Да, до 12.00 все закрыто. И знаете, что завтра улица Павленко с 6 часов утра до 11 часов утра тоже будет перекрыта. Поэтому даже не пытайтесь проехать примерно до Гагаринского парка. Точнее, точно до Гагаринского парка. Она будет перекрыта. Будьте предельно внимательны. Ну, еще что хотел вам рассказать. Да, это же все-таки важный праздник. Да, 23 февраля. И вот нашел такую интересную информацию. Что же подарят, скорее всего, женщинам, согласно статистике, мужчинам. И так говорят, большинство считает, что 24% мужчины на День защитника Отечества подарят, ну, конечно же, дезодорант, пену для бритья, ну, и другие средства гигиены. Ну, а на втором месте это одежда, а на третьем все для спорта. А теперь самое интересное. Чего же хотят мужчины? Мужчины, говорят, большинство хотят гаджеты. В принципе, законное желание. На втором месте автомобили. Ну, а на третьем месте часы. Уважаемые женщины, сегодня погода к вечеру будет плохой, поэтому с утра собираемся. С утра прям бежим в магазин за гаджетом. Автомобиль, ну, если у кого позволяет, конечно, финансы. Ну, и часы тоже отличный подарок. А носки? Ну, носки, конечно, хорошо, но ближе к вечеру, потому что сегодня, напоминаю, что похолодает. Студия, вам слово. Спасибо большое, Никита. Я думаю, что ваш экскурс в сферу подарков очень пригодится. Еще вы забыли квартиры, потому что квартиры гораздо, может быть, даже полезнее, чем машины, потому что в машине нельзя приготовить себе завтрак. Неплохой подарок, конечно. Мужчины, вы умеете намекать, что бы вы хотели получить, но, наверное, большинство мужчин все-таки получат носки и пены для бритья. Вот, например, в московском метро их будут раздавать даже бесплатно. Там можно будет получить заветную парочку носков. Но пены для бритья не будет, как и геля, зато там откроют специальные барбершопы, и можно будет бесплатно побриться. Побриться. Ой, я как-то раз побрился на эфир, и мне потом долго за это ругали, поэтому я с тех пор не бреюсь. Тебе очень идет вот твоя растительность на лице. Жалкая, к сожалению. Или ты таким образом намекаешь, что не хочешь получить гель и пену? Нет, я на самом деле абсолютно не откажусь от носков, потому что это на самом деле такой расходный материал, который прямо как песок сквозь пальцы ищет. Носки, кстати, имеют свойство теряться. У вас, женщин, вот был давечий сюжет, как вы знаете, про колготки, который вызвал целую ажиотацию. Люди звонили, благодарили, восхищались этим сюжетом Ольги Литвиненко. Вот так вот колготки сложно потерять, потому что они, извините, сшиты посередине. А вот носки, они порознь, поэтому теряются, и совершенно не знаешь, куда деваются. Как будто домовой крадет. Поэтому носки, я хочу сказать, дамы, все-таки мужчины немножко лукавят. Это очень-очень нужная вещь. Практичная вещь, но все-таки мне бы хотелось обратиться... Но дарить их надо не одной штучкой, не парой, а сразу вот такой стопкой. Давайте лучше сделаем так. Носки мы будем дарить в обычные дни, а все-таки в такие праздники лучше уделить внимание и подойти к этому как-то оригинально. Мужчины, конечно, намекнули то, что они хотели бы получить. Если все-таки финансовое состояние не позволяет, ну подойдите к этому как-то по-другому, с фантазией. Ну сделайте какой-то другой сюрприз. Не обязательно гаджеты дарить. Ну можно же всегда удивить, приятно. Сделать что-нибудь своими руками. Например, какой-нибудь удивительный торт, пирог или любое другое блюдо, которое любит ваш спутник. Поэтому, или не только спутник, потому что я напоминаю, что еще есть отцы, дедушки. Все эти люди наверняка когда-то служили в армии и составили славу нашего Отечества в какой-то степени. А вот ты уже заговорил об армии. Ну вообще мы сегодня говорим о мужчинах. Действительно, завтра их день. И сегодня эфир мы посвящаем именно им. И поэтому следующий наш сюжет тоже касается этого праздника. За последние десятилетия День защитника Отечества превратился в своеобразный неофициальный День всех мужчин. С праздником поздравляют не только служивых, но и тех, кому предстоит нести свой долг перед Родиной. В школах девочки дарят подарки мальчикам, дома женщины готовят вкусный ужин мужьям. Но зачастую это не единственный сюрприз, которого ждут представители сильного пола. Любой подарок всегда подарок. Всегда радость. Главное, чтобы от души. Остальное все ерунда. И поцелуй. Стараюсь эту тему не поднимать. На 8 марта я своей жене всегда, маме все время дарю подарок. Так что к себе на 23 февраля я об этом не думаю, да, и никого этими мыслями не заставляю как-то напрягаться. Если для мужчин 23 февраля праздник, для женщин головная боль. Вопрос, что подарить, озадачивает даже не часами, а целыми днями. Накануне 23 февраля практически вся прекрасная половина человечества суетится в выборе подарка. Казалось бы, все очень просто. Подарок должен быть приятным и полезным. Но с другой стороны, выбрать что-то одно, функциональное и оригинальное, достаточно сложно. Наибольшей популярностью пользуются такие банальные варианты, как гели для душа, носки, инструменты, подарочные наборы, военные аксессуары и забавная мелочь. А этого лишь ждут наши защитники. Большинство из них подулом пистолета не признаются, что подарок не понравился. «Приходят к нам люди, говорят, что подарок нужен человеку, у которого есть все. В принципе, мы находим всегда варианты, ищем что-то, подбираем, уходят довольные от нас. Или приходят коллективные подарки нужные. Мы можем или ручки подобрать, ежедневники подарочные. Приходят девушки, парни на подарок тоже. Спрашиваем, чем увлекаемся, что можно подобрать, охота, рыбалка, чем занимаются». Социологические исследования показали, что в приоритете гаджеты, часы или запчасти для машины. Нравятся и оригинальные презенты. Букет из вобл или копченых колбас, полет в Дубай, перфоратор, сладости и мангал. Если все-таки определиться с подарком не удалось или не хватило времени на его поиск, то можно воспользоваться популярными на сегодняшний день подарочными картами или сертификатами. Такой презент вряд ли кто-то передарит или закроет в дальнем ящике. «Я знаю, есть такие хорошие подарки, было бы, кстати, очень здорово, такой получить сертификат на всякие приключения, знаете, там, ради впечатлений каких-то. Кто-то там прыжок с парашюта дарит, бывает дарят там в парке аттракционов, вот что-то наподобие. Сейчас время такое, когда люди уже, мне кажется, все больше хотят насладиться именно впечатлениями. Впечатления сейчас самые ценные». Эксперты советуют, если вы задумались о подарке мужчине, отталкивайтесь от его предпочтений в жизни. Если любит музыку, купите ему беспроводные наушники, портативную колонку или билет на концерт любимой группы. По такому принципу выбираем подарки и для автолюбителей, поваров и офисных работников. Главное – делать это не для галочки, а с душой. Мария Краузер, Устам Файзурин. Утро нового дня. Спасибо большое, Мария, за такой полезный сюжет. Я надеюсь, он пригодится всем представительницам прекрасного пола. И даст, извините, перебью, и даст некий нарог с тем мужчинам, которые с нетерпением ждут 8 марта, чтобы сделать подарок своим дорогим девушкам. Спасибо ей за то, что она продолжила эту тему и дополнила действительно этот список подарков. Но я бы хотела тебе рассказать еще такую интересную, достаточно забавную, на мой взгляд, новость. Это касается Елизаветы II. Как выяснилось, она самая заядлая собачница в мире. Ну, может, в мире громко, конечно, сказано. Но, оказывается, она обожает породу собак Корги. И за всю жизнь их у нее было более 30. Все они, конечно же, жили по-королевски. У них была своя комната. Спали они в такой корзине, которую подвешивали над полом, чтобы их ни в коем случае не продуло. Еду им готовили специальные шеф-повара. Ну, и готовят, в принципе, до сих пор. Меню составляют только лучшие ветеринары. И подается, конечно же, она только в блюдах из фарфора и серебра. Живут по-королевски, одним словом. Но я хочу сказать, что не только у Елизаветы II такие замечательные собаки. Дело все в том, что вообще людям свойственно любить животных. И я напомню, что буквально на Медне умер великий человек Карл Лагерфельд. Это основоположник моды и прикладного искусства в целом. Потому что в его коллекциях были и изделия интерьера, и в целом интерьеры, и архитектурные какие-то памятники. Поэтому это был выдающийся деятель искусства прикладного XX века, XXI. Так вот, он тоже был заядлым кошатником. И его кот — это просто настоящий король. Потому что у него есть свой инстаграм. Там 155 тысяч подписчиков. И он тоже ел из фарфора. И готовили ему лучшие повара. Так вот, он теперь является еще и главным претендентом на наследство. Но ты также не сказал, что у него были свои телохранители. И также ему делали периодический маникюр на когтях. Ну, я думаю абсолютно точно, что и Елизавета II, и Карл Лагерфельд, будь он жив, увидев наш следующий сюжет, наверняка забрал бы себе на эту собаку, которую мы освещаем сейчас. Да, ну вот смотри, Саш, еще такую новость, которую опять-таки я взяла из интернета. Она касается удоманов. Может, ты знаешь, кто это? Я не знаю, кто это. Вот чего-то не знаю. Это азартные игры или люди, склонные к азартным играм. И вот составят специальный реестр, список, перечень, куда будут их вносить имена. И это смогут сделать как сами эти игроки, так и их близкие. И, конечно же, за ними будут пристально следить, чтобы они не проигрывали больше положенных денег и не находились в интернете больше положенного времени. Для того, чтобы не находиться в интернете больше положенного времени, мы подготовили для вас следующий сюжет под названием «Новости интернета». Первые сборчики мусора уже работают на орбите Земли. На этом видео показано, как ученые с помощью гарпунат зацепили пластину. Задача таких устройств – утилизировать более 170 миллионов кусков мусора, которые сейчас летают вокруг нашей планеты. Перед вами необычный императорский пингвин. Впервые особь с таким окрасом попала в объектив видеокамеры. Его брюхо такое же черное, как и спина, в дикой природе. Этим птицам, сильно отличающимся от себя подобных, выжить сложно. Крупнейшее в мире безосевое колесо обозрения продолжает радовать жителей и гостей Поднебесной. Высота – 145 метров, диаметр – 125 метров. На производство ушло более 5000 тонн стали. Аттракцион оборудован 36 кабинами. Каждая вмещает до 10 человек. Полный оборот колесо совершает примерно за полчаса. Во всемирной паутине набирает популярность кулинарный канал мужчины, который в конце раздает всю еду нуждающимся. Рецепты незамысловатые, порции большие. Но самое главное – пример, который он подает. Жить нужно, как эти кот и собака. Происходящее не поддается логике. В комментариях многие задаются вопросом, почему на выручку усатому пришли аж две собаки. Возможно, все очень просто. Они друзья. Еще одно видео с братьями нашими меньшими. Пользователи активно обсуждают кадры, на которых видно, как семья рыси играет на железной дороге. Почему хищники не боятся? Загадка для ученых. Ведь громкие звуки проезжающего поезда обычно пугают диких животных. Рыси, конечно, прекрасны, но у нас в студии есть гость. Я предлагаю к нему присоединиться. Да, мы, конечно же, поговорим сегодня о том, как государство помогает бизнесу. И у нас в гостях Светлана Ингелевна Сирота, заместитель министра экономического развития Республики Крым. Мы вас приветствуем в нашей студии. Доброе утро. Здравствуйте. Применительно к предпринимательству субсидия не выдается в данном случае министерствам экономического развития. Это больше применительно к бюджетному кодексу и к взаимоотношениям между, допустим, министерством экономического развития Российской Федерации и министерством экономики. То есть мы получаем субсидию для дальнейшей поддержки предпринимателей уже по тем мерам, которые у нас сейчас существуют. Какие же это меры? Значит, сразу оговорюсь, что я буду рассказывать о тех мирах поддержки, которые осуществляются министерством экономического развития. Хотя есть, естественно, и меры поддержки по линии Министерства сельского хозяйства, когда речь идет о предпринимателях, осуществляющих деятельность в сельскохозяйственной сфере, по линии Министерства промышленности, по линии Министерства финансов. Что касается нас, уже на протяжении пяти лет у нас функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства. Из мер поддержки финансовых, а в большинстве своем предприниматели интересуют, конечно, финансовые меры поддержки, потому что понятно, что для развития своего бизнеса необходимы, конечно, и дополнительные средства на модернизацию оборудования, на расширение. Поэтому есть у нас два фонда. Фонд микрокредитования и гарантийный фонд поддержки. Оба они выдают, то есть фонд микрокредитования выдает микрокредиты сроком до трех лет и в сумме до пяти миллионов. Причем пять миллионов это с этого года. Не сказала бы, что это мини-кредиты. До этого, до 2019 года максимальная планка была 3 миллиона, и вот с 2019 года она увеличена. Значит, и процентная ставка по этим микрокредитам равна ключевой ставке Банка России на Центробанка на дату заключения договора. Сейчас это ставка 7,75%. А вот сколько предпринимателей уже смогли получить эту помощь, эту финансовую поддержку? Значит, в прошлом году за 2018 год 170 предпринимателей получили микрокредит. Это много или мало, если сравнить с другими регионами? Понимаете, это не зависит много или мало, тут сложно судить. Если говорить о том, сколько у нас зарегистрировано в соответствии с налоговой, если брать данные налоговой инспекции, то порядка 90 тысяч у нас зарегистрировано предпринимателей. Поэтому, естественно, там, допустим, 170 микрокредитов, кажется, на этом фоне не так уж и много. Но все зависит еще от капитализации этих организаций, потому что если... То есть они же как бы оперируют теми средствами, которые у них есть, то есть теми средствами, которыми их декапитализирует государство. И вот, кстати, в прошлом году мы очень долго вели переговоры на разных уровнях о том, что нам необходимо декапитализация наших фондов, учитывая, что все-таки российские банки здесь, в Крыму, не работают. И это хорошая альтернатива банковской системе кредитованию. И вот в конце прошлого года, в декабре, на 828 миллионов были декапитализированы эти два фонда. Поэтому сейчас возможности выдавать микрозаймы у них, естественно, больше, потому что появились вот эти средства, которые они могут на эти цели направлять. Скажите, вы сказали, первый фонд, два фонда есть. Первый фонд — это микрокредитование. Второй — это гарантийный фонд. А с чем разница между ними? Ну, во-первых, разница в сумме предоставляемых кредитов. Во-вторых, гарантийный фонд, он предоставляет кредиты до 25 миллионов. Причем не кредиты, а гарантии под кредиты. То есть предприниматель берет кредит в банк и обращается в банк, а фонд гарантирует до 70% суммы кредита, потому что не у каждого есть предпринимателя, допустим, необходимое имущество, еще какие-то активы, которые он может гарантировать под тот кредит, который берет. И вот как раз-таки гарантийный фонд у нас этим занимается. Заключается трехсторонний договор между фондом, предпринимателем и банком. И вот до 70% суммы залоговой гарантирует у нас гарантийный фонд. Тоже очень востребованная у нас сейчас форма поддержки. Более того, с прошлого года гарантийный фонд у нас сейчас еще оказывает лизинговую поддержку. То есть можно там же к ним обратиться за тем, чтобы получить или оборудование, или транспортное средство в лизинг. Причем ставки очень приятные и значительно ниже тех, которые предлагают на рынке лизинга. Это 6,8% годовых. 6% годовых, если говорить об оборудовании, это оборудование отечественного производства. И 8% годовых это оборудование иностранного производства. Вы еще упомянули некий третий фонд. Да, я считаю, что он немаловажную функцию несет, потому что помимо финансовых мер поддержки, конечно же, каждому предпринимателю надо задумываться и расти, в общем-то, со своим бизнесом вместе, и приобретать некие компетенции, знания, которые ему необходимы для дальнейшего ведения бизнеса. И вот у нас есть фонд поддержки предпринимательства, который обеспечивает, вот как раз-таки занимается обучением, консультациями, проведением форумов, мероприятий, где предприниматели могут не только обучиться, но и обменяться опытом. Это некая коммуникационная площадка, на которой предприниматели находят себя как партнеров по бизнесу. Что также немаловажно. Конечно. Вот вы сказали, что у нас существует около 90 тысяч предпринимателей, а поддержку получили 170. Я так понимаю, что конкуренция все-таки очень большая за именно эти средства. Как происходит отбор лучших из лучших? Да нет, есть определенные условия, которые просто необходимо выполнить. То есть самое основное, это вообще для обращения как в фонд микрофинансирования, так и в наш гарантийный фонд, это надо быть зарегистрированным в установленном порядке на территории Республики Крым как предприниматель и, соответственно, осуществлять деятельность на территории Республики Крым. Что касается обращений, ну, по крайней мере, есть определенный набор тех требований, которые предъявляются предпринимателю. Это отсутствие задолженности по платежам бюджет всех уровней, чтобы он не был в процедуре банкротства. Ну, у каждого фонда свои требования. Да, я думаю, что очень много условий, которые надо выполнять. И можно все это дело посмотреть, настолько их и много, в общем-то. Но они стандартные, потому что речь идет о деньгах. Светлана Ангелевна, извините, перебиваю вас, потому что, к сожалению, время нашего диалога потихонечку подходит к концу. Я напоминаю, что в гостях у нас заместитель министра экономического развития Республики Крым Светлана Ангелевна-Сирота. И вот на последнем аккордом нашего с вами общения завтра большой праздник, 23 февраля, как его называют, День всех мужчин. Я хотел вас попросить, чтобы вы обратились ко всем крымчанам с поздравлением. Да, я как раз хотела это сделать. Спасибо большое. Я хочу обратиться ко всем мужчинам Республики Крым, поздравить их с наступающим Днем Защитника Отечества, пожелать им и их семьям здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Ну а мы, собственно, переходим к нашему следующему сюжету, который как раз об этом празднике. Их дети боролись за Крым. На 17-м международном военно-патриотическом слезе юноармейцы полуострова показали все свои умения и вернулись в материка не с пустыми руками. Сейчас приземляется самолет из Перми, в котором находятся наши юные крымские патриоты. И мы их первыми встречаем на крымской земле. Все участники жили и соревновались, как настоящие армии. Спали в брезентовых солдатских палатках, готовили на полевой кухне, кололи дрова. И это все в середине февраля. Приходилось не только выживать в диких условиях, но и бороться за победу в военно-прикладных эстафетах. Принимали участие 42 команды, но именно крымчане взяли почетное серебро. Служим России! В Перм приехали участники военно-патриотических клубов не только со всей России, но еще и из Монголии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Донецкой и Луганских народных республик. До сих пор у ребят эмоции зашкаливают, но честно признаются, к таким погодным условиям крымчане не были готовы. Для меня лично было сложно идти по снегу. Я такое количество снега никогда не видел. Холодно, снега много, неудобно было идти. Мы каждый выложились на 100%. Прошли в общей сложности около 25 километров. Кроме еды и палаток, на собственных плечах пронесли всю военную экипировку. Не меньше парней выкладывались и девочки. Они сами помогали парням. То есть у нас в самом начале было, вот именно в палаточном лагере, парни ставят палатку, девочки таскали матрасы. Матрасы, подушки, поддеяльники. То есть даже вот в творческих номерах, даже боевой листок тот же нарисователь. Они делали все сами. То есть ты им подойди и все. Поздравляю вас. И девочки молодцы. А кто поступил в Кадетск? Я. Ну дважды молодец. Секрет успеха команды прост. Некоторые участники интенсивно готовили заранее. В четвертом классе я пошел на боевое искусство, чтобы хоть как защитить себя, свою семью. А потом уже я пошел в Кадетский корпус. И это было не только мое решение, это было решение моих родителей. По словам Ильи, в его семье все военные, поэтому у него нет сомнений, кем стать. Сначала юридический, потом армия, затем служба в полиции. На самом деле мы очень долго готовились. Начинали с сборки автоматов, с казачьего дела. Хотя подобные испытания ребята уже не раз проходили у себя в черноморском штабе юнармии, нагрузка у них серьезная не только на соревнованиях. Взрывы, войны, сирены, войны, значит, самолетных моторов, взрывы, авиабомб. Голос Левитана объявил о том, что началась война. Ребята были подняты по тревоге в лагерь, они выскакивали. 19 человек уже приняли присягу, но это только начало их военно-патриотического пути. Сейчас ребята отправляются отдыхать, а затем снова наступят дни тренировок. В следующем году юные крымские патриоты обещают привезти первое место. Пожелаем нашим юным патриотам приобрести это первое место и составить славу нашего солнечного полуострова. Ну а я сейчас тоже хочу сделать небольшую славу, так сказать, нашим дорогам, потому что прямо сейчас я говорю о пробках. Итак, я подхожу к планшету, нашему экрану, беру планшет и рассказываю вам о Симферополе с высоты птичьего полета. Итак, давайте посмотрим сейчас в общем и целом. И вы видите, что большинство улиц окрашено в желтый цвет. Это означает то, что движение есть, и оно может быть лишь незначительно сковано. Давайте непосредственно поговорим про улиц. Итак, одна из главных площадей города – площадь имени Куйбышева. Мы видим, что традиционно подъезды к площади забаррикадированы. Вот эти красные полосы означают то, что движение почти остановилось, по крайней мере, по направлению к кольцу. Но, тем не менее, по проспекту Кирова от кольца в сторону площади Советской движение свободно, и это прекрасная новость. Давайте обратимся к площади Советской. Традиционно что-то происходит, секундочку. Прошу прощения, этого не должно быть. И завтра в Симферополе будет ограничено движение транспорта. Да, вот об этом бы тоже хотелось бы сказать. Да, я сейчас как раз об этом хотел поговорить. Извините, небольшая техническая непорадка. Ну, давайте, пока ты будешь настраивать планшетки. Я уже все настроил. Я очень быстро справился с проблемой. Итак, улица Ленина традиционно окрашена в красный цвет. Дело в том, что она с двух сторон ограничена проблемными участками. С одной стороны это кольцо, как мы видим, а с другой стороны сложный перекресток с улицей Пролетарской. И именно это создает затруднение. Мы видим, что в обе стороны улица Ленина стоит, к сожалению. Но что касается того, о чем говорила сейчас Сария, действительно будет ограниченное движение от площади Советской до главпочтамта и Гагаринского парка. В этом месте нельзя будет проехать никакому виду транспорта. Там будут проходить мероприятия, связанные с грядущим праздником, с 23 февраля. Поэтому, если вы планируете свой маршрут, логистику его выстраиваете, старайтесь избегать этого места, потому что вам его придется объезжать. Давайте теперь обратимся к другим улицам. В частности, улица Караимская. Она традиционно красного цвета. Но сегодня, видимо, в честь праздника мы видим, что она желтая. И это тоже прекрасная новость. Поэтому, если вы спешите на работу, вы можете, в принципе, не избегать центральных улиц и не ездить по улицам, потому что они свободны, центральные улицы города. Ну и очередная улица, которая является очередной артерией, очень важной центральной магистральной артерией города. Это улица Севастопольская. И тоже хорошая новость, друзья, потому что она окрашена в желтый и зеленый цвета. Вот я провожу, видите, сейчас динамическую картинку делаю. Все обе полосы окрашены в зеленый цвет. И это тоже хорошо. Поэтому, если вы спешите на работу, у вас есть все шансы добраться до работы вовремя, потому что улицы Симферополя, в общем-то, свободны. Ну, кроме, конечно же, сегодняшнего дня, потому что, добавлю, сегодня также некоторые дороги перекроют. Это тоже связано с мероприятиями, посвященными Дню защитника Отечества. И с 8.30 до 12 часов будет ограничено движение от улицы Александра Невского до улицы Екатерининская на участке улицы Серова. Поэтому планируете, конечно же, свой путь, когда будете ехать на работу. Действительно, на работу нужно ехать. Но я хочу сказать, что информация с этого планшета, которая подается через мобильный спутник, она далеко не всегда отражает действительность. Но что точно расскажет, покажет настоящее положение дел, это наш мобильный корреспондент Никита Крылов, который сейчас находится на пленэре в полях. Никита, здравствуйте. Доброе утро, студии, еще раз. Ну, хотел бы сказать, что я переместился с центра города на улицу, точнее, на перекресток улиц Красноармейская Чехова. Добрался примерно минут 20, это у меня заняло. Это означает, что, в принципе, центр достаточно пуст на данный момент. Ну, а улица Серова, как вы помните, она перекрыта. Ну, вот, что касается подарков на 23 февраля. Улица Чехова Красноармейская. Перекресток знаменит. Извините, здесь машина достаточно громко проезжает. Нахожусь возле проезжей части. Перекресток знаменит, потому что практически каждый день здесь происходит авария. Вот буквально несколько дней назад повесили знак «Стоп», как вы видите. Но, тем не менее, вот, мониторят соцсети, я понимаю, что он не помог. Поскольку вчера в соцсетях появилось две фотографии, да, что было два ДТП. Мы видим, действительно, даже осколки остались. Например, ну, вот такая, да, часть фары. Я так понимаю, что, ну, вчера, да, кому-то действительно не повезло. Что же делать? Ну, местные жители говорят, давайте нам лежачий полицейский. Почему бы нет? Потому что, возможно, таким образом как-то машину будут потихоньку притормаживать, и обстановка будет лучше. Поскольку, действительно, очень опасное место. Сейчас перейду к улице Красноармейская. И вы увидите, что позади меня вот находится автобусная остановка. Сейчас там всего лишь, ну, несколько человек стоят. Ну, буквально, честно говоря, минут пять назад была такая толпа небольшая. И я подумал, а вдруг ДТП, вдруг что? Ну, всякое может быть. И представляете, насколько это опасно. Поэтому, я думаю, вот, 23 февраля. Праздник замечательный. Праздник важный. И всем бы автомобилистам, поскольку, ну, в основном это мужчины, мне кажется, замечательный подарок был бы, если бы здесь сделали лежачий полицейский. А может быть, что-то другое для того, чтобы никогда больше на этом перекрестке не было ДТП. Но еще, уважаемые автомобилисты, все-таки многое зависит от вас. Вот сегодня, например, штормовое предупреждение. Сегодня ожидаются осадки в виде снега. Я так понимаю, возможно, и гололедится. Поэтому будьте предельно внимательны. Потому что завтра праздник. И необходимо всем быть живым, здоровым. И ваши железные, значит, агрегаты тоже должны быть в хорошем состоянии. Студия, вам слово. Спасибо большое, Никита. Спасибо большое, Никита. Да. Ну, вот тоже хотелось бы добавить. Мужчины, берегите себя, потому что вас ждут дома. Наверное, все помнят эту социальную рекламу. Особенно сегодня вечером и завтра днем. Да. Ну, вот если говорить о ситуации на дорогах, я бы хотела добавить, что, например, Ялту и Евпаторию соединят морским сообщением. То есть как раз-таки там пробок не будет, я так полагаю. И будут курсировать 20 апреля два судна, которые называются «Комета». Они также были в свое время популярны в советское время. И они курсируют, например, в Санкт-Петербурге. И теперь курсируют у нас. Сначала в прошлом году запустили от Ялты до Севастополя. А уже в этом году будут они курсировать также от Ялты до Евпатории. А мне сразу вспоминается фраза «Мария Антуанетты». Если у вас нет хлеба, ешьте пирожные. Поэтому если вы боитесь пробок на дорогах, езжайте морским транспортом. Он без пробок точно. Но особенно если вы с Ялты добираетесь в Евпаторию каждый день или обратно, то, конечно же, этот вариант вам подойдет очень даже хорошо. Но я сама каталась на Комете. Это действительно очень быстроходные судна. Они умеют развивать скорость до 65 узлов. Вернее, километра в час я не буду переводить в узлы, потому что, думаю, нам это ни о чем не скажет. Но это... Скажет морской узел, насколько я помню. Это какая-то сотая тысячная градуса. И равен он... Ладно, не буду врать. Хотел соврать. Поэтому давайте в километрах. 65 километров в час. Это очень много для морского судна. Да, для морского судна это много. Это большая скорость. Я тоже когда-то в бытность молодости путешествовал из Петенбурга в Петергоф. И действительно это путешествие запомнилось так же, как запомнится путешествие от Ялты до Евпатории. Вообще Ялта это то место, которое притягивает людей. Притягивает не только морем, солнцем, горами, но и кое-чем еще. И будет наш следующий материал. До революции Ялту называли русской ривьерой. Оставить след в фасаде города мечтали многие архитекторы. Сегодня здания, построенные ими, являются сердцем и душой курортной столицы полуострова. Пройтись по улицам Ялты всегда приятно. Особенно зимой. В то время как за гребнем гор бушует непогода, здесь стены старинных особняков греются под лучами теплого февральского солнца. Своё архитектурное путешествие мы начали с самого центра города, с холма Дарсан. Здесь издавна селились наиболее богатые горожане, строили роскошные доходные дома. Один из самых примечательных – особняк художника Георгия Ярцева. Выдающийся живописец воспел в полотнах природу полуострова и оставил после себя прекрасное здание. Проект усадьбы он разработал самостоятельно в модном на то время стиле, так называемом «этническом модерне». Здесь сочетаются элементы восточной архитектуры Бахчисарайского дворца с европейской тягой к комфорту. Дом Ярцева всегда был полон посетителей. Тут в разное время гостили Чехов, Мамин Сибиря, Куприн, Шаляпин. Говорят, что просыпаясь по утрам великий русский бас распевался прямо на балконе, и его голос был слышен даже на набережной. Неподалеку от особняка Ярцева располагался дом архитектора Котенкова. Сегодня он зарос растениями и сильно перестроен. Кроме ажурного карнизного выступа, ничего не выдает в нем элегантной задумки Зодчева. Но неожиданно приятно, что ялтинцы знают историю своих жилищ. Это дом, который принадлежал ялтинскому архитектору Котенкову. Построен он по его проекту, точно так же, как и дом, возле которого мы с вами стоим. В Ялте он построил очень мало, потому что умер молодым. Вот это все, что сохранилось, к сожалению, от его дома. Сегодня имя Михаила Котенкова известно в большей части в кругу краеведов. В первую очередь он прославился, работая над интерьерами великокняжеского имения Айтадор в содружестве с Николаем Красновым. А уж с именем этого архитектора знаком почти каждый крымчанин. Спускаясь по улице Войкова, мы как раз наталкиваемся на одно из зданий, возведенных по его проекту. До революции в этих стенах располагалась женская гимназия, а сегодня среднеобразовательная школа имени Антона Павловича Чехова. Здесь учились сестры Цветаевы. Жили они в доме врача и писателя Елпатьевского, чуть выше по склону. Двигаясь к морю, миновав храм Александра Невского, мы сталкиваемся с еще одним удивительным фасадом авторства Краснова. Это доходный дом доктора медицины Петра Ширяева. Он построен в 1907 году по проекту знаменитого Краснова. Его главная особенность – майоликовый карниз в стиле ар-нуво, увенчанный женскими маскаронами. В этих стенах тоже некогда останавливались известные личности, такие как Максим Горький, Самуил Маршак. На улице темнеет, но в рамках архитектурного променада невозможно не посетить Екатерининскую улицу. Открывает ее перспективу дом выдающегося армянского композитора Александра Спендиарова. Фасад особняка выполнен в неогреческом стиле и имеет прямую отсылку к афинскому акрополю. Его венчает копия знаменитого Эрехтеона. Сотни метров выше находится дом Купчихи Лещинской. Пройти мимо этого кружевного пряника просто невозможно. Поражает та любовь к деталям, которая сквозит через деревянную резьбу балконных ящиков, карнизных выступов, теневых решеток балконов. Сегодня в здании расположены два отдела Ялтинского историко-литературного музея. Культура Ялты начала 19-20 веков и музей Леси Украинки. Украинская поэтесса останавливалась в этих стенах, проходя курс климатотерапии. Здесь ею написаны поэтические циклы, крымские воспоминания, крымские отзвуки и драматическая сцена «Ифигения в Тавриде». Напротив музея находится еще одно прекрасное здание в стиле этнического модерна, построенное Николаем Красновым. Это особняк предводителя крымско-татарского дворянства Али Мурзы Булгакова. Чтобы насладиться всей прелестью южнобережной архитектуры, не хватит и нескольких дней. Сегодня активно обсуждается вопрос присвоения Ялте статуса исторического поселения. Это означает признать город музеем под открытым небом, и кто, как не Ялта, заслуживает этого почетного статуса. Но у нас, кажется, есть связь с нашей новостейной редакцией. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Саля. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Сергей. Сергей Мельника. Сергей, ну вот хотела бы вам задать вопрос. Мы сегодня, конечно же, наш эфир посвящаем 23 февраля. И в связи с этим возникает такой вопрос. Вы считаете, что все ли мужчины должны отмечать этот праздник, или только те, кто когда-то служил в армии и сейчас, например, являются военнослужащим? Но также, я думаю, что это касается вопрос и женщин, также служивших. Конечно, да. У меня на самом деле совершенно особый взгляд на этот праздник, и я не считаю его действительно исключительно мужским днем. Это День защитника Отечества, а мы стоим на его защите на достаточно обширном фронте. Вот, к примеру, вся наша телекомпания стоит на защите информационного фронта нашей страны и полуострова. Так что, думаю, что не только все мужчины, но и многие женщины имеют право отмечать этот праздник в полной мере. Спасибо. Очень интересная точка зрения. Сергей, скажите, а что у вас на повестке дня сегодня? Сейчас, буквально через несколько минут, будет очередной выпуск новостей. Сегодня мы покажем, как Симферополь начинает праздновать День защитника Отечества. Расскажем о том, как на полуострове решается проблема с водой и о спорном строительстве в Ялте. Наши корреспонденты работают во всех уголках республики. Они выходят в прямой эфир с места событий, чтобы вы первыми узнавали самые свежие новости. Смотрите «Крым-24» и «Первый Крымский». Будьте в курсе интересных событий полуострова и всей страны. Спасибо большое, Сергей. Я думаю, что надо твоя все-таки часть и Сергея поздравить. Да, действительно, как я уже говорила, посвящаем этот эфир всем мужчинам, вас с праздником, также женщин, которые служат или защищают нашу Родину. В общем, берегите себя и всего вам самого наилучшего. Ну а мы с вами прощаемся и обещаем вернуться очень и очень скоро, буквально через выходные, которые пролетят как один миг. До новых встреч, друзья, и пускай выходные пройдут счастливо. А с вами сегодня в студии вылез Илья Салямова и Александр Ткачев. Хорошего вам продолжения этого дня.